Добрый день, дамы и господа! Вы смотрите новости виноделия с Валерием Лобовко. Совместный проект журнала «Виноград» и студии «Евровайн». Сегодня, 24 мая 2012 года, я стою на Крещатике у здания, которое иногда называют «Пентагон украинского АПК». Не только потому, что это здание вытянуто буквой «Пи» вдоль Крещатика и Майдана, а также из-за того, что сотни мужчин и женщин, которые работают в нем, под видом ничего не делали, на самом деле создают тактику и стратегию битвы за урожай и продовольствие. В этом мы убедились вчера, когда одно из подразделений министерства, отдел по развитию виноградорства и садоводства, проводила встречу с коньячистами. Так ласково и с любовью называют производителей бренди и коньяка. Повестка дня круглого стола включала три вопроса. Прежде всего, это отмена лицензии на оптовую продажу собственной продукции. Также рассматривался вопрос об отмене повышения акциза на коньяк в следующем календарном году. Кроме того, нужно было выработать общую позицию по поводу следующей нормы, которая известна как 25%, то есть о том, что производителям нужно употреблять как минимум 25% отечественных спиртов в коньяках Украины. Вел круглый стол Виктор Костенко, руководитель отдела по развитию виноградорства и садоводства. Также наиболее активно принимали участие Валерий Шамотий, владелец ПНВХ, Дмитрий Шолудько, председатель правления Одесского коньячного завода, Юрий Шелихов, заместитель генерального директора ПТК Шабо, доктор Загоруйко, известный ученый из Магарача, и Владимир Кучеренко, заместитель генерального директора корпорации УкрВинпром. По первым двум вопросам была выработана практически единогласная позиция. Было решено обратиться в Кабмин с предложением заменить лицензию на оптовую торговлю своей продукцией, которая сейчас составляет 500 тысяч гривен, на отчисление в виде 15 копеек с каждого декалитра задекларированной продукции. Эта позиция была принята единогласно. Также не вызвала возражения предложение обратиться с письмом в Кабмин и далее инициировать обращение в Верховную Раду с предложением не повышать акциз на коньяк, потому что этот шаг уравняет коньяк с водкой и приведет отрасль в тупик, из которого ей будет очень трудно выбраться. Более всего разногласий и дискуссий вызвал третий вопрос о том, нужно ли производителям коньяка применять 25% отечественных спиртов при производстве своей продукции. Данную ситуацию можно назвать как мелодраматическое столкновение между Одесским коньячным заводом и компанией «Таврия» с одной стороны и компанией «Шаба» с другой. Впрочем, смотрите все сами. Восьмого травня цьогорку відбулась в Явті велика нарада на базе института Магарача підголованням першого заступника міністра Миколи Дмитриевича Безуглова. І на цій нараді були підняті також в цілому питання. І в результаті цієї наради стосовно коньячної підгалузі були прийняті такі рішення. Це розробити та подати в установлену порядку зміни на законі України та нормативно-правових актів, а саме про внесення змін до закону України про державне регулировання виробництва й обіуспіртної тилово, коньячної плодово-алкогольних нападів, тіпто-діпіонових виробів щодо умов виробництва спиртово-виноградного, щодо ліцензії на правоохтової торгівлі, щодо умов видачі ліцензій на виробництво алкоголів-нападів. Також підготувати підприємства галузі до умов виробництва коньяків України з 1 квітня 2013 року. І також підготувати та направити до нього Міністерства фінансів України пропозицію імінерополітики України щодо збереження діючих ставок аксизного податку на коньяк України в межах діючого чинного законодавства і недопущення їх збільшення дострокового. Ну, частина присутніх була на цій нараді, але багато цього не було. Думаю, я зроблю все ж таки маленький еккурс. Зарально висвітлю, що у нас на даний час є який стан справ у галузі видаєрувства в сілу. Наступний слайд. За даними Тержкорстату, як ви знаєте, що у нас по сілкоспідприємствах 56,3 тисяч гектар водоносних є насаджують виноград. По всіх категоріях це 69,1 тисяча. Причому, в основному, ці насадження у нас виноградні є технічних ставків для виробництва виноматеріалів. З цих виноматеріалів у 2019 році по всім категоріям господарства, в цілому у нас 521,9 тисяч тонн винограду, що більше попереднього року на 114 тисяч тонн. Проте, перероблено в 2019 році технічних ставків винограду, новини матеріалів, 375,9 тисяч тонн винограду. От теж виникає питання в порівнянні з цих цифр. Як же так, ми виростали більше винограду в 2011 році, а переробили менше. Ми вважаємо, що ця тема для детального аналізу і нашого міністерства, і державної інспекції. Чому? Тому що, як ми подаємо в 2010 році, у нас не відповідає кількість переробленого винограду і виробленого виноматеріалу. Тобто, винограду значно більше можливо, ніж його дійсно було. Чи воно завозилось звідки, і не розвитувалось, чи ще щось робилось, ну це треба так на висну. Тому що, як ви бачите на наступному слайді, по динаміки, у нас в 2010 році перероблено 376 тисяч тонн винограду, з яких вироблено 30,7 млн декалітров виноматеріалу. Так, тому якийсь цепреса можуть 100% зробити сусла і цього вироблено, а навіть не вяжуться по ласки. Значить, я вважаю, що це потрібно, якщо когось це цікавить, то потрібно зробити детальний аналіз, що буде в 2010 році, у нас така відповідність, навіть в аріфіне такий наступний слайд. Значить, аналізуючи динаміку виробництва виноматеріалів за період 2008-2011 років, спостерігається тенденція зміни обшагів в окремих категоріях, а саме виробництво столових виноматеріалів та виноматеріалів для шампанського і глистих лін збільшується, виробництво кон'ячних та кріплених виноматеріалів зменшується. При цьому ми, як міністерство, не вважаємо зменшення кріплених виноматеріалів проблемою, тому що все ж таки наша пріоритетна задача, щоб наше суспільство більше споживало сухих вин, ніж кріплених. Це корисніше, значно для здоров'я. А раз стосовно того, що зменшується кількість виробництва виноматеріалів кон'ячних, це є проблемою, які ми повинні обсудити. На наступному слайді ви бачите, що наведена динаміка протягом десятиліччя. Виробництво столових, шампанських та глистих лін щорічно збільшувалося, крім 2011 року, з причин спаду обсягів переробки виноматеріалів, що змусило виробників компенсувати нестачу імпортної матеріалів. При цьому факторами впливу на зменшення обсягів виробництва виноматеріалів були це підвищені ставки податку на кріплені виноградні вини на подорожчення, як і область пірту, а також збільшення серпня 2011 року у рівня мінімальної розрібної ціни на кріплені алкогольних нападів та відповідно скорочення споживчого копиту через недостатній рівень купівельної спроможності населення. В наступному слайді ви бачите також діаграму, спостерігаємо з 2002 по 2007 року, який тенденцію щорічного росту обсягів імпорту винячних сплитів, приверобництва виняків України в межах, а в 2007-2009 роках різкий є розпад. Проте з 2009 року імпорт знову зростає в обсягів більше 2 мільйонів дал щорічно, порівнянні з попередніми роками. Така динаміка негативно впливає на економічний стан вітчизняних виробників аналогічної середини. При цьому експорт вин з України з 2009 по 2011 року скоротився майже у двічі на шаг. На наступному слайді в 2011 році ви бачите, що з вироблених 2,4 мільйона дал кон'ячних винематеріалів було отримано кон'ячних сплиттів вітчизняного виробництва в обсязі 240 тисяч дал 100% спирту. В перерахунку на кон'як це складає 540 тисяч дал. Це всього-навшого 12,5% від загальної потреби виробництва кон'яків в Україні. Решту потреби кон'ячного спирту за 88,5% виробниками імпортується. Таким чином, висвітлюються такі проблемні питання, хочу на них спинитися. Це про плату ліцензії на право, хто віторгів і алкогольними напивами для підприємів, що їх виробляють. Застосування норм законодавства щодо використання 25% вітчизняної середини при виробництві кон'яків України. Так, і передавчі ініціативи по податкуванні кон'ячного виробництва. Ну, я думаю, що, можливо, в сьогоднішньому диспуті в нас виникнуть інші питання, але хотілося б, щоб на цих трьох ми також більш детально зупинилися. Значить, що робиться, щоб все ж таки ми проблемні питання вирішували? Ну, ось у перед вами слайд, де показано те, що зовнішній державні підтримці створюється насадження інтенсивного типу з аналітними технологіями, і держава підставляє своє плече, і 2,8 мільярда гривень на створення їх за ці роки компенсувало. Це 47% витрат наших підприємств, що значно все ж таки дає вмову і сприяє тому, що стає такий бізнес приватливий. Значить, ну, проблемне питання щодо забезпечення сельовинної бази для виробництва кон'яків України. Поступово вирішується, як вже я сказав, з 99-го року прийнятому закону про збір розвиток садівництва виноградництва та виноградництва. Ось перед вами гратина, що все ж таки, ви бачите, що щорічно, значить, створюється насадження. Ну, коли не було кризи, це було в 2008 році, і 5 тисяч гектар виноградників присадили. Значить, на жаль, в 2011 році це лише 1,8 тисяч гектарів, але все ж таки, створено 44,6 тисяч гектар виноградників. Це практично половина виноградників, яка дозволила, як сказав Олександр Гнатольевич, значно збільшити обсяг виробництва цієї продукції. Значить, в наступному слайді, ви бачите, це розрахунок вартості ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними нападами. Ну, ми порахували так, що з метою того, щоб все ж таки на ринку з'явилися не тільки монополісти, але і, особливо, при виробництві виєм, це стосується і виробництві коньяків, невеликі підприємства. Значить, для того, щоб ми мали продукцію місцевості, для того, щоб ми поступово будемо все ж таки війти у європейську спільноту, і тому ми маємо також звертати увагу на те, щоб у нас з'явилися цивілізований підход до споживання цієї продукції, щоб ми мали вина місцевості, щоб ми мали коньяки місцевості, щоб людина могла спробувати, спорівняти, з'явитися якісь потреби в споживанні конкретної, з'явився якийсь патріотизм і так далі. Тому, для того, щоб з'явилися ці маленькі виробники, з'явилися теруарні напрямки цієї види продукції, все ж таки ми вважаємо, що потрібно підійти, якщо в цивілізованому світі немає ліцензій на право продажі своєї продукції. Ну, якщо вже в нас на сьогоднішній день ми питалися її скасувати, але все ж таки держава з наших виробів порядка 60 мільйонів, 40 мільйонів у рік збирає оціх коштів на ліцензію, щоб основний цей карт виткновення, як кажуть, вишивти з наших опонентів, ми в даному случаю можемо сьогодні порадитись, але ми пропонуємо цю ліцензію зробити з розрахунку за 1 декабільтр виробленої продукції. З нашими розрахунками це виходить 15 копеєв за літр. Якщо підприємство хоче задекларувати, що воно хоче там 10 тисяч кляшок випустити, воно з розрахунку 15 копеєв сплачує цю ліцензу і виробляє продукцію. Якщо мільйон, значить, відповідно там 15 тисяч, 150 тисяч, взагалі. І таким чином ми бачимо, що зміни потрібно до цього закону зробити не таким чином, ось знизу ви бачите, що алкогольними напаєми зазначеними в товарних позиціях 22.04, 22.05, 22.08, 20, 12.04, 22.08, 20, 62.00, згідно УКТФЗ в розмірі 0,015 гривень за 1 літр задекларовано з об'єктом розботарювання річного обсягу вироблених продукцій. Значить, ну, така наша пропозиція стосовно ліцензії. Значить, також хочу зосередити вашу увагу. Наступне досвідкували проблемне питання. Я думаю, всіх це сьогодні теж торгує. Те, що у нас з 2013 року, з 1 січня, виходиться норма 25% обов'язкового використання репанічних спиртів при виробництві власного виробництва. Значить, я думаю, що сьогодні будуть багато казати, особливо тих, що недавно з'явилися підприємства, що це проблема, що вони не успіли їх викорити. І, можливо, були пропозиції щодо стосування цієї норми. Але, ну, я з цією трибуною хочу все ж таки висловити, ну, позицію, вона не остаточна, ми сьогодні будемо радитися, але позицію нашу ту, що все ж таки ми боролися за... І нам було дуже важко, тому що ця норма не зовсім теж відповідає нормам законодавства освітового чи європейського, що обов'язково потрібно не менше 25% використовувати власне сировини. Але ми все ж таки піклуємося, щоб не було в нас той самий проблеми, як сказав Олександр Анатольович, із хмелярами і пивоварами, щоб не було в нас свої проблеми із виноробами і виноградарями, що виноград не буде куди дівати, а заводиться тільки імпортована сировина і ми підтримуємо іноземного виробника. Все ж таки ми патріоти і повинні, повинні ми думати за те, що є свірос виробник і він також, і тим більше, що ми ще з вами, хтось старшого покоління, навчалися в школі, і ще там нам по економічної ерації розказували, що є такий принцип, як демпінгові ціни. Значить, коли в тебе є власне виробництво, тобі завозять по заниженим цінам. Коли в тебе його вже не стає, тобі в твічі дорожче, втричі дорожче, а ти вже нічого не можеш зробити, бо в тебе власного не стало. Щоб цієї тенденції не відбулося, все ж таки ми вважаємо, що потрібно зберегти нам норму цю чинного законодавства. Що потрібно зробити для цього? Ну, по-перше, ось ми з вами, можливо, ці цифри, ми стараємося, щоб преса не висвітлювала у журналах, тому що вони є, все ж таки, ну, як сказати, не для загального користування. Але ви бачите в цих цифрах, що не всі підприємства, наступний слайд, а, ну, так, не всі підприємства в нас виробляли, якщо вже знали, що потрібно виробляти, кон'ячні спирти. Вони, мабуть, надіялися на те, що все ж таки чи скасуються ця норма, чи ще щось. Ось у нас із тих, що з 22 підприємств, хто має ліцензію, значить, практично тільки 15 займалися перегулкою сплиттів. Решта червоними, зніченими, значить, практично не займалися. Проблема це, ну, пропозиція яка? Можливо, давайте підійдемо. Сьогодні невигідно на даний час відмовитися від, якщо ви виробляєте кон'яки, особливо ординарні, так, виробляєте 100% з іноземною, він там на 99, він на 90%. Ну, ви вже в минулому слайді бачили, що на 88% виробляється із імпортованої сири вини. Значить, назвати його сьогодні бренді, там, або ще якось затвердити інструкцію, це не проблема, ми їх затвердимо, значить, і заповнить ті ж полки в магазині, щоб на них ніхто іншу продукцію портовану не поставив. Сьогодні, вроді би, і невигідно, тому що кон'як податок 20 гривень, да, за декаліта, а в рені буде 46, да? Але з 1 січня вводиться ця норма, значить, і з 1 січня вводиться норма 46 і на кон'як, тому нема проблеми, значить, якщо ми з вами сьогодні домовимося, що, ну, хтось не накурив, ну, ніхто не накурив, хай собі не накурив, значить, він затверджує нову з таким самим, з самою етикеткою, з таким самим твором, з таким самим брендом, там, наприклад, там, в Канє, в Аде, Охтямський, Канячний завод, там, все, все як було, але пишеться бренді. Значить, з 1 січня він замість кон'яку випускається бренді під той самий етикеткою. Податок такий самий, вже ж, не те від нього не ділися, значить, і випускається, давиться продукція, завод не закривається, але він починає курити, доганяє тих, хто накурив, значить, і вже в подальшому буде виробляти більш, ми вважаємо, якісту продукцію, значить, на якої вже напише «Каньяк в Україні». Так, і ми з вами відчуємо гордість за нашу державу, за наше суспільство, що в нас є більш якісна продукція із наших вітчизняних спостів, ніж ми привезли їх з виробжану чинною. Значить, таким чином, ми бачимо плани-загади для забезпечення розвитку виробництві в Україні. Це активізувати роботу по ініціюванню внесення змін до закону про внесення змін закону про державне регулювання виробництвом, тому, що я називав, посилення контролю за виробництвом «Каньяків України» і «Напоєм за коняченою технологією». Це стосується нашої інспекції і нас. І направити до Міністерства фінансів України пропозицію, що ми фактично зробили. Щодо збереження діючих ставок, як це знову датку на паньяк України, в межах діючого законодавства і недопущення їх збільшення дострокового, то це до 1 січня 2013 року. Дякую за увагу. Часто надати слог похилій Галине Миколаїні, заступника начальника відділу ліцензування департаменту податкової інспекції України. Будь ласка, Галина Миколаївна. Якщо ви доживаєте, я зністю. Як вам подобається? Мені так буде зручніше. Я хотіла подякувати за запрошення до такої наради. Та я подогласна. Там запись просто є. Тобто можна рядом. Просто є міграва. Я хотіла подякувати за запрошення. Вважаю, що ця нарада своєчасна, потрібна. І маю надію, що вислідли ті проблеми, які необхідно нагально вирішувати зараз. Але хотілося б мені послухати всі ці проблеми з перших вуст, щоб потім вже якось сформувати думку нашу. І хочу вас запевнити, що все, що тут буде висловлено, донесу до керівництва ДПС для прийняття якогось рішення і якоїсь позиції ДПС. І можу вас запевнити, що позиція буде державна. І підход буде державний. Значить, є певні у нас проколи, можу так сказати, в законодавстві. І необхідно врегулювати законодавчо і саме виробництво кон'яку. І податкова служба буде приймати в цьому участь і буде висловлювати свою позицію. Що стосується відмови від плати за оптову ліцензію в такому вигляді, як вона зараз існує, то, можливо, це і доцільно, але вже коли будуть пропозиції сформовані чіткі, коли вони будуть узагальнені і подані, то тоді вже будемо розглядати, можливо, це і доцільно. Можливо, це і збільшить доходи до державного бюджету. Але хотіло б зупинитися, крім цього, на тому, що останнім часом більшість виробників кон'яку, і це ми всі знаємо, ми зараз піднімаємо питання про 25%, але ми забуваємо про те, що більшість виробників зараз іде і виробляє бренді. А згідно з нашими внутрішніми документами українськими, там немає таких чітких вимог щодо використання 25% при виробництві. Бренді, по суті, це ті ж пан'яки. Але вимоги до сировини там зовсім інші. По-перше, інші вимоги до витримки кон'ячних спиртів, інші вимоги щодо класифікації, немає вимог щодо 25% використання при виробництві і так далі. То я хочу, щоб ви звернули на це теж увагу, тому що ми можемо взагалі загубити такий продукт, як кон'як України і перейти взагалі на виробництво бренді. Ну, а що стосується контролю при виробництві виноробної продукції і алкоголю, то ми будемо співпрацювати з Держвининспекцією і відкрити відкриті для співпраці. Іще раз хочу подякувати, і якщо ваша воля в кінці, коли будуть до мене питання, будь ласка, я відповім на всі. Добре, приймаються. Ви слухаєте пропозиції, саме коли виробників це було спершу, господа, потім ми вам ще в кінці надамо слово. Ласка, будь ласка, а Павленко Ярослав Ігоревич є? Добре, дякую. Дуже рятуйтеся. Надамо вам слово. Загоруйку, Вітторопонасов, заступник директора Фаціонального інституту Вінограду Тівена Магарач. Щоб на ряту часу, я буду використовувати зручными. Дякую, дякую. 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 Были эти пробелы ликвидированы, и сегодня руководители по науке могут доложить, что мы располагаем научными подразделениями по всем направлениям, в частности, по КНК. Восстановлена лаборатория КНК, вы, наверное, знаете, Царство Небесное Сычавов, Сергеевич, потом Артененко, профессор у нас по КНК, и сейчас молодой руководитель, значит, Василык Александр Васильевич, и всем известный Вам, Толя Яковлевич Елонецкий, он руководитель отдела Лины ПИК и ЕГО. Особенности нашего переходного периода связаны с этим, так называемым, формированием циревой зоны. Но я не буду говорить о том, почему так произошло. Это было в начале 2000-х годов, что было специально сделано, разрешили его спиртом. Это не на что. Сейчас вопрос, как выйти из положения. Простой вопрос. Что садить? Франция четко за 300 лет определилась, им нужен один сорт, виниплан. Мы такие работы, благодаря работе, особенно команде МОСКО, и организации его предприятий, мы проводим такие оценки по оценке сортов, которые возятся применительно и к винам, и к шампанскому производству, и к виньякам. Должен сказать, что те сорта винограда, которые у нас используются, они не намного хуже и не лучше для того, что за границей везет. Ситуация такая, что юний план растет в благоприятной зоне климатической. У нас морозы прошлого года показали все на лицо. В связи с этим я хотел бы перейти к следующим вопросам. А что мешает сегодня использовать наработки науки? Еще профессор Галадриго Павло Яковлевич, бывший директор института МОГРАД, который создал такие сорта виноградок, как подарок МОГРАДЧА, перец МОГРАДЧА, спартанец, которые были оправдированы у нас в Украине, успешно, в почти 50% занимает посад Молдовы. Далеко не нужно ходить. Пожалуйста, в Реднестрове, Квинт, сейчас они получают эти сорта, используют. Почему? Потому что они урожайные, высокоурожайные, больше 16 гектаров. Выдерживают температуру в минус 29 градусов. И не надо много нести средств по их уходу, что очень важно. Но казалось бы, какая проблема? Берите, работайте. Какая проблема на лунном месте? Нерагинированные. А коль нерагинированные, то как можно получить 1,5% оплаты с 1,5% фонда, на компенсацию. Вот вам и простой вопрос. Что нужно делать? Давайте наведем порядок селекции сортовой, тем более располагая своими собственными научными разработками и базой для этого. Виктор Николаевич Истокмакарадов готов. Организм Китомник. Если нужно, какие-то саженцы. Вот смотрите. Юг – Крымская в Руси, Херсонская – Николаевская. Должная дать должное Филипп Горьевич Вадим Алексеевич. Тот не ожидает, пока мы здесь начинаем работать, и «Зеленый Гайф» сегодня, я видел там собственную перекупку, где-то делать, да? То есть они, вот, наверное, одни из лидеров, которые уже реально выполняют то, о чем мы сегодня с вами думаем. В связи с этим, простой пример еще, где Белоруссия, где Брест? Сегодня в Бресте 100 гектаров виноградников посажены. Потому что остальная такая задача, собственно, иметь с один у нас. Да, они укрыл бы новую делали. Давайте подумать, нежели везти за границей. Если такая задача идет установить собственное производство, ну, немножко закроем, я сам закрывал виноградники, и ничего, это страшно не было, в 70-е годы. И мы имели спирты, которыми сейчас, изумрудные, я смотрю, там перекупик, отчитываются же великолепные конечные спиртами, вот этими руками сделаны еще 40 лет назад. Возникает вопрос. Ну, хорошо, разобрались с сортами. Ну, нет сегодня сортами, ну, нет сегодня средств. Благодаря Министерству аграрной политики была проведена работа, опять же, ее курировал УКВИНПРО, это по применению нового оборудования в стиле увеличения выхода. Да, вы знаете, соответственно, с технологической инструкцией к производству конечных миноматериалов, мы должны были 60-й калитра в стоны. Ну, кто-то записал когда-то. Сегодня идет применение новой технологии, которая позволяет получить больший выход. И вам все-таки опять, мы не находимся за 1% выхода. Это вы за 2010-й год имеете? Ну, не только в 2010-й год, уже инструкции включены, эти специальные установки по барабанного типа стекателя. Они позволяют получить качественные сусла и потом прекрасные конечные миноматериалы. И вот здесь я хотел бы сказать, что, господа, есть такая тенденция, то, что может нас отличить от мировой, это направление так называемых моноспиртов, сортовых коньяков. Всегда было разговоры те, что нужно взять смесь сортов. Ну, зачем далеко уходить коньяк гремя в Грузии? Прекрасная из аркоцетели. Что мешает нам сегодня аркоцетели? Я не знаю, почему винограды или так ушли от этого сорта. Это же клон, ну, грузинский в данном случае. Прекрасно у нас себя ведет. Прекрасно, значит, тоже средств защиты не так уж много. В высокоурожайне, особенно если на поливе. Остается самое малое желание создать свою сыр. Собира накопляет. Да. Великолепно себя ведет. И как производственники, сейчас ученые, говорят, что это перспективно для нашего направления, именно этого направления. И не нужно от него отказываться. Немножко по технологиям. Во время совещания в Ялте, там более подробно поднимался вопрос о применении, собственно говоря, получения коньячных спиртов с использованием дрожжей. Сейчас пошли по многим направлениям, связанные с применением сухих дрожжей. Но не секрет вам, что сухие дрожжи – это на 90% веномодифицирован. Сейчас мы разговоры ведем с вами о том, что есть ЕГЭМО. Это тоже вопрос науки, и разбираться нужно будет. Потому что что мы в ВУЗе, кто скажет? Да никто не подтвердил. Продали, купили, применили. Поэтому здесь наша микробиология, отдел микробиологии, готов вам оказать содействие в получении дрожжей целевого назначения под сортовые коньячные спирты. И я готов сам употребиться в эту работу, сам и работаю. Больной вопрос, связанный с получением выдержки коньячных спиртов. Мировая практика, если вы знаете, разрешила применять ускоренные методы получения. Это применение дробленой древесины дуб. Оно вошло у нас в кодексы ОИВ. И сегодня широко используется и в Австралии, и в новых заразвивающих странах. Такой опыт работы был проведен у нас в Украине. Еще в 2000 году был приказ по Министерству сельского хозяйства, когда было получено Коктебелю, Одесскому коньячному заводу, Италии, оправнировать этот способ. Но сегодня уже 2012 год, а результаты выставственной приемки я лично не видел, хотя результаты, которые были получены, показали достаточно хорошее эффективность. Что происходит? Когда мы берем свою новую бочку, она работает 3 года, коньячный спирт 3 лет, ну и так далее. Сегодня, применяя дробленную древесину той же бочки, в виде там ДДИ или чипсы, или грануляты еще называются, вы максимально быстро, в течение 3 месяцев набираете окраску в 5-летний спирт. Но это не 5-летний спирт, это просто содержание полифенола такого количества, что их нужно теперь выдержать в соответствии с нашей нормативной документацией. Здесь я буду стоять до последнего, необходима 3-летняя вытяжка для 3-летнего коньяка. Не важно, как вы приготовили. Заменили эту бочку, наливаете бочку и выдерживаете, пусть даже те, которые у вас будут работаны. Зачем их выбрасывать? Они будут работать как источник. Сейчас я приду домой. Сейчас я специально зайду. Используйте эти бочки, которые уже не работают. Многие же не работают. Я сам знаю, у нас на производстве стоят уже такие. Так вот, набрав таким образом экстракт, 3 года выдержав, получили ужасные конечные спирты. Опыты такие, действительно, заложки. Если это необходимо, как Виктор Николаевич, мы говорим в Ялте, то мы готовы, давайте создать и комиссию теперь, повторно, 12 лет прошло, и проверить эти приемы в непосредственном производстве стоят и выдать отсюда решение. Но не секрет, что мы везем за границу. Так это же будет то, что под нашим контролем и налогоинспекции, и контролем по качеству, что мы будем реально видеть. Я готов эту работу тоже возглавить и с вами сотрудничать в плане пока ординарных калибров. Не будем пока. Как классика, есть классика, и давайте мы ее пока трогать не будем. Жизнь покажет, если выходит результат. Что касается технологии получения уже коньячных коньяков, там есть такое понятие, как использование сахара. Кольвер, да? Что у вас получилось? Что мы начали наблюдать, и эта работа уже через 15 лет идет, что выпадает помутнение кальциевое. Возникает вопрос, но 10 лет перекулили, откуда кальций, взяли, если хорошо сделали подготовку, то откуда кальций? Оказывается просто. Кальций идет с сахара, который мы с вами не контролируем. У нас такая ситуация возникла по шампанскому производству, потому что там разрешил применять сахар для иеристых вин. Сейчас виноделы, шампанисты сразу схватили сахар и начали шампанское чуть ли не изменять законодательство Украины. Это дебаты у нас были и в Ялте, и это будет о совещании буквально в ближайшее время. Да уже досветник, что мы проработали эту работу с министерством аварийной политики. Действительно, пришли сегодня 4 миллиона сахара производства. Перепроизводство. Нам туда-то всего на 5 тысяч долларов. Сегодня можно оборудовать любой завод Винистской области и уже сделать сахар, сделать сахарозу для шампанского производства, переработать ее из того, который есть. Но в чем особенность? Сахароза делается из свежего свежего свекла. Нет винограда, который хранится год, а потом перерабатывается, а свежего винограда. Это особенность. Опять же, можно отрабатывать на комиссии. Ну и последнее, это нормативная документация. Сегодня вы действительно имеете пакет документов уже украинских, где практически все нормативные документы, начиная от птирующих документов, это основное правило производства, заканчивая стандартами на исходное сырье, на конечную, у вас на руках. Возникает вопрос, коньяк Украины, что это? Ну это была наша с вами политическая воля, что пришли к тому, что шампанское, Украина, где вода, коньяки Украины. Тогда нам нужно тоже определиться в понимании, если это коньяки Украины, то они должны делаться с местного сырья по своим технологиям. Если они заводятся за границей, и тут правильно поднимался вопрос, вы и гурили сами, вот вам, пожалуйста, 15 копеек на декалитре, заплатите за лицензию, это реально. Если же покупаете себе спирт из ЮАРа, из Испании, или из Кипра, ну вот, так ладно, у нас тут, у нас вот сейчас, Кипр поступает, представляет 15% конечных спиртов, а откуда там, конечно, спирт? Ну, мы понимаем, откуда. Офшоры есть, Грузия, Молдова. Это вопрос тоже, встречи уже экономистов, на экономическом уровне. Поэтому с бренди надо быть осторожным. В каком мире бренди, это можно примять ретификат. И завтра, когда вы пойдете, и спокойно, и кто, если даже штрафуют здесь, подойдут мне международные сутки, выигрывают. Нельзя спрятаться. Мы решили назвать коньяки своими, так назовите их. Мне очень симпатичное название, не потому что я французский язык, но Жатун. Ну, прекрасно. Мне кажется, это удача, удача наша. То понятие, больше, я с своими друзьями. Это в бутылку винах, купил в ресторане, и он был высок, качественно. Примите мои личные, личные причины. Это фамилия, это не название. Я знаю, это был француз. Но вот, смотрите, уже путь вот идти Жатун, и это вот коньяк Украины. Ну, хотя, с французским названием. Но не в этом все. Это можно уйти. Так? И поэтому будьте внимательны. Да, мы должны быть внимательны в электронной транспорте. Вот с изменениями. Добыча, если действительно не подорвать спрос. Он же начнет от того, что ко мне приезжает, говорит, вы купили Алипетрию, и вы спите нельзя. Ты говоришь, а где вы купили? В гараже. Вот если, вот так вот, в пределах опущенного времени, то сегодня институт Магарач готов. Значит, выполнение исследований как по науке, так и по контролю. Значит, мы сегодня располагаем лучшие аппаратуры мира, которые мне приходилось работать и учиться. Мы сегодня имеем и хроматографические исследования, и жидкостные хроматографии. Пожалуйста, 500 тысяч химических исследований. Что бы они добавили, пожалуйста, высветится сразу. И молекулярная масса, и что вы добавили. И то, что французы нам везут, и какие добавляют. Все это видно, как я сейчас вижу каждую из них. Поэтому правильный сегодня вопрос, что создали такие инспекции. И мы готовы, как институт, выступить базой для накопления банка качественных спиртов ваших. И банка продукции, которая будет реализовываться или же возиться. За работу. Подождите минуту. Значит, уважаемые дамы и господа, я думаю, что поскольку у нас сегодня круглый стол, значит, мы разрешим к выступающим задавать вопросы. Правильно? Это будет тогда нормальный день. Можно я на правах, так сказать, ведущую свои два задам? Потом вам дам. Хорошо? Значит, первый вопрос. Пожалуйста, более детально разъясните вашу позицию насчет применения сахара в коньяке. Вы вообще считаете против? Или, возможно, если его применять более высокого качества, то есть типа сахарозы, то это будет уже не проблемой? Виктор Иванович, если по шампанску там не спиас, то по коньяку он остается, как и был. Единственное, что мы с вами... Вот это будет не сахароза, да? Нет, это будет сахар. Ну, будет, в принципе, сахар для коньяка. Вот так мы напишем. И так мы нормативный документ разработаем. Чтобы у нас с этим производили товар, а не так, что там столько пошло качества. То есть в вашем понятии, это тогда надо взять один из каких-то заводов, модернизировать его под другие требования по качеству выпускаемой продукции, и он тогда пойдет для коньяка, да? Мне кажется, что... Ну, в принципе, такой вот тоже может быть вариант. Но я так думаю, что если я производитель сахара, я буду знать, что меня это не купят завтра, а купят тот товар, я буду его производить. Я думаю, что это на уровне минирополитики-то реально сделано. Так, и я извиняюсь, я же просил и второй вопрос. Значит, вот Галина Николаевна выступила то, что, собственно говоря, и в вашем выступлении было, прозвучало такой тоже нитью, что не увлекайтесь названием бренда, потому что она может подвести вообще к дискриминации полностью, это лопитка и так далее, да? Значит, но в то же время на совещании в Ялте Николай Дмитриевич выступал и всем озвучил то, что, ребята, может быть, какими-то своими позициями, в перспективе надо поступиться, потому что есть более глобальные плюсы в целом для Украины, что мы все-таки проиграв здесь, выиграем там. Я имею в виду в географических названиях. И мы так поняли, что все равно, как бы мы ни хотели, но тем не менее нам в перспективе, через какой-то там период времени, придется уйти от географического названия коньяка. Так, может быть, все-таки действительно подумать, там, шамотить, пусть будет это называться, напиток, допустим, или киньяк, или еще там как-то, значит, и сделать и такие напитки, и такие, и такие. Вопрос в названии. Вопрос. Кто приступит? Вообще, вот, ваше отношение, как, ну, доктора науки, специалиста, и как представителя института «Магарача», вот, проблема географических названий, можете вы так буквально, вот, стыслу, так сказать, выслить? Знаете, это очень сложный вопрос, но это личное мнение. Прошу, не считая, заполнение института. Действительно, мы должны показать свое лицо. Но если я беру коньяк «Золотой дюк», который фран-при получил в Ялте, то мне не важно, я знаю, что это Одесса, это «Золотой дюк». Коньяк он будет называться, река, но он должен быть в этой технологии. Если это жатоны, не надо, это на французском я скажу, в конце «ны», закрытый слух, то это понятно «Таврия». Или «Таврия». Ну, мы же знаем «Таврию», как «КВ». Так я ее помню еще с тех времен. Значит, уже есть подходы. Я думаю, знаете что, вот, от того, что «Новый свет» перестал писать «Советское шампанское», «Артемовское», «Новый свет» и «Артемовское», мне кажется, ничего не проиграли. Наоборот, «Треблиг» именно фирма. Да, это индивидуальность. Но это мое мнение, может, я ошибаюсь. Спасибо. «Артемовский не пишет «Шампанское» в Украине?» Нет. На этикетку. Тогда что он выпускает, если у нас... Да он и раньше выпускал. Позволите? Одесский конечный завод Шевулько Дмитриевского. Раз уж к осмотрению двух вопросов, это началось с последнего. Ну, я тоже выскажу свое мнение. Во-первых, мы все пытаемся, специалистов, мы не пытаемся себя поставить на место покупателя. Понимаете? Мы считаем, что покупатель знает столько, насколько знаем мы. Что «Золотой дюк» — это Одесса, это покаяча технологии, что топок конечный. Но покупатель этого реально не знает. Он читает «Коньяк» или «Брэнди». И он четко будет дифференцировать. «Брэнди» — это плохо, «Коньяк» — это хорошо. Это мое мнение. Это первое замечание. Второе замечание. Я думаю, что нам с вами никто не давал права принимать решение отказаться от таких вещей, как шампанское, которое векто-ргейлист Голицын. Он основал это. Это сегодня является национальным достоянием. Новый свет. О чем вы говорите? Одесский конечный завод «Коньяк» — «Украина. Золотой дюк» — это сегодня национальное достояние. Возьмем «Массандру». Это национальное достояние, которое основал Николай II. Кто нам давал право, кто нас уполномачивал этим заниматься? Давайте откажемся в угоду кому-то от того, что наши предки сделали. Понимаете, разрушить? Ленин разрушил в 1917 году. Не может до сих пор собрать то, что он разрушил. Нас же к этому сейчас подталкивают. Это вопрос номер один. Вопрос номер два. Я бы хотел коснуться многострадального сахара. У вас выступление или вопрос? Нет, вопрос. Если выступление, вы выйдете сюда. Нет, я просто делаю ремарку. Ну, аж и круглый стол. Я могу, у меня голос сильный. Нет, я говорю, давайте так. Выступает, а ему вопрос. У меня ремарка по поводу сахароза. Я бы хотел немножко пропонировать Виктору Афанасьевичу уважаемому, которого я очень уважаю, знаю этот институт хорошо, долго с ним сотрудничаю. Но, иногда у меня складывается впечатление, что, как говорил Акадий Райкин, они там у себя производят, там у себя и употребляют, немножко оторваны от жизни. Виктор Афанасьевич точно должен знать, что в России есть такой продукт, категория, как российское шампанское. Гос на это российское шампанское. Кстати, он там сказал, что ассоциировали Краснодарский край и что там еще? Шампанское, да? Так вот, российское шампанское разработал коллектив под руководством господина Аганесянца. Этот филиал был вашего уважаемого института. Так вот, в этом госте в качестве сахара используется сахар. Первая категория. Зачем изобретать колесо, когда уже все изобретено? Зачем что-то исследовать, если уже все исследовано? Тем более в такой стране, как Россия. Нет никакого там сахароза для шампанского, нет никакого измеренного сахара для коньяка. Ну о чем вы говорите? Нормальный производитель коньяков, у которого есть необходимое современное оборудование, который использует сегодня современные технологические приемы против колоидных помутнений, кристаллических помутнений, не знает об этой проблеме, которые делают выходной контроль того же сахара, гоналометрический, а мы опять за грошу рыб, за рыбу гроши. Поднимаем этот вопрос. Я считаю, что это вредно, это просто вредно. Создать сахар для коньяка, это значит увеличить его стоимость в два раза и опять поставить на деньги производителя коньяков. Вот и все. Это мое ремень. Спасибо. А есть господину Загорыбку еще вопросы? Нет? Тогда разрешите мне предоставить слово господину Шампанского. Я распоряжусь к коллегам. Благодарность министерству, что они безучастны нашим проблемам, целью задачам, достаточно оперативно реагируют на наши инициативы. Я хочу всех призвать, во-первых, испытывать взаимное уважение друг к другу, невзирая это новый производитель, старый производитель, стараться мыслить интересами и категориями противоположной стороны, не усматривать только сиюминутный и оперативный результат в тех или иных действиях, не смотреть на проблему глобально в долгосрочном периоде. То есть мы в ответе за то, что мы создаем, в ответе за тех, кого вокруг себя собираем. И жить по принципу, не делать, ничего себе не поживаешь. И от других требовать ожидать того. Поэтому я хотел бы перейти к тем вопросам и проблемам, которые мы начали озвучивать. В двух словах я пробегусь по чем все это обусловлено. И обусловлено это тем, в частности, теми процессами, которые происходят в стране, в частности, процессами связанными с евроинтеграцией, вопросами связанными с гармонизацией законодательства во всех отраслях, в том числе и в отраслях виноделия, которые охватывают проблемы, и конячие отрасли, и винные отрасли, и в целом виноделия. Можно дальше, в свою очередь. Сегодня они зря, не случайно затронули на тему географических названий, и к ней должны возвращаться и все-таки искать максимальные возможности для сохранения тех исторических названий, которые сильно нам дали наши предшественники, и за которые мы в ответе и за эти поступки, и за эти действия, «Коньяк» или «Брейдинг», мы будем говорить сейчас о «Коньяке» в Украине. Я, в первую очередь, на этом фокусировал внимание. Потому что, по нашему мнению, увеличение акцизов на уровне водочных приведет к нивелированию отрасли, к снижению ее привлекательности и, в общем-то, ликвидации, в конечном итоге. Сегодня у нас ставка 27, это любовная ставка, которая была принята осознанно, была на этот разрыв ниже, сейчас он больше, сегодня меньше, но, тем не менее, он дает возможность инвестировать данную непростую отрасль, которая по своему позиционированию находится далеко от уровня позиционирования ценового традиционной конечной отрасли Франции. И маржинальность у нее далеко от маржинальности французского конечного. И, соответственно, возможности для продвижения, возможности для наращивания совсем другие. А у нас сегодня задача стоит, я бы сказал бы, не столько вопросы сохранения наших позиций на внутреннем рынке и борьбы, точнее, за внутренний рынок друг с другом. Эта борьба приведет к ни к чему. Мы с вами себя боимся. У нас должна стоять задача более глобальная. Масштаба задача продвижения нашего продукта на внешних рынках. Потому что потенциала к росту потребления на внутреннем рынке я, честно говоря, не вижу. И об этом говорят аналогии и тенденции мировой, где коньяк, потребление коньяка не растет на традиционных исторических рынках, а падает. И растет только за счет новых рынков, вновь создавшихся, формирующихся, как там, азиатский рынок, Индия и так далее. Где-то, может быть, чуть-чуть в США. И это благодаря просто формированию спроса на алкогольные продукты, формированию культуры. Как долго эта тенденция будет продвигаться, никто не знает. Но, скорее всего, что она будет идти по аналогии с уже сложившимися рынками. Поэтому и у нас рассчитывать на рост потребления коньяка не приходится. Скорее всего, он будет заторможен, остановлен, стабилизирован, а возможно, начнет стагмировать за счет вытеснения другими альтернативными продуктами, к примеру, как пиво, кофе, и виски, и другие новые инновационные продукты. Поэтому, чтобы сохранить перспективы развития коньячного отрасли, нам надо думать о внешнем, и о выходе, и продвижении на внешнем мире. Для этого необходимы серьезные ресурсы. Для этого необходимо создание аутентичного продукта, который привязан к территории, иметь высококачественные показатели, и, соответственно, наша задача отстраивать коньяк и сделать его эксклюзивным, и отстраивать от других аналогичных продуктов. И для этого в первую очередь нам нужна доходность, машинальность, которая и создавалась благодаря выводной ставке от цитра. И сегодня мы еще не на том уровне, чтобы иметь возможности серьезные для внешней экспансии. Это касается как крупных предприятий исторических, которые давно доходности, так и тем более новых предприятий. И, соответственно, мы нуждаемся, и мы, как уже историческое предприятие, и тем более нуждаются предприятия, которые недавно вошли в этот рынок, нуждаются в доходности, чтобы обеспечивать инвестиции в развитие сырьевой базы и закладки спиртов. Поэтому наша позиция и наш призыв нашей компании и трех других компаний, которые исторически занимаются классическим конечным производством, это побороться, обсудить вопрос сохранения свободной ставки инциза на дальнейший период, неограниченный во времени. Уже следующий слайд. Потому что при изменении до тех показателей, которые планируются с законом, или которые планируются еще в пройти еще больше в новом законом, цена на коньяк может увеличиться чуть ли не на 10 гривен на полке, и, соответственно, это снизит его ликвидность, привлекательность, а в сочетании с бренди вообще не нивелирует его экономическую целесообразность. И мы об этом говорим, о том, что у нас есть перспектива потерять вообще понятие коньяк как продукта, как категории. И это объективная реальность. Исчезновение с рынка ординарных коньяков на основе отечественного сырья, это как следствие. Конкурентное преимущество бренди и других напитков, не требующих длительной выдержки. И это очевидно всем. Давайте не будем закрывать глаза, знать, это реальность. И благоприятная история для роста импорта, в том числе, бутилированного в бренди кремнической страны СНГ, Чаргутовская, в котором действует нулевая ставка. И это тоже реальность, потому что технологически даже в бренди намного дешевле произвести, чем в Украине. Соответственно, с одной стороны можно ввести эффективно сырье, которое, груздай, производится по другой технологии, чем коньячный спирт, более упрощенный, более дешевый, более ускоренный, соответственно, это дает возможность получить более искусительную структуру. Но также при повышении и выравнивании всех ставок акцизного сбора с водкой будет абсолютно перспективно ввести готовый продукт. из Молдавии, из Грузии, из России, из Польши, откуда у нас. И этот поток пойдет. И никуда мы не денемся, это реальность. Предприятие производителя коньяков окажется на грани банкротства. Это тоже реальность. Но реально нам не будет смысла никого создавать новые запасы, а тем более сохранить существующие. Наша задача будет быстро использовать, разлить и перейти в боттлеровской схеме работать на обороте с минимальным засором и в ограниченных объемах. И искать применение своим предприятиям под новые какие-то продукты. У нас стратегия охранять существующую отрасльную развивательную или стратегия поменять, переориентировать наши задумки. Тысячи гектаров соответственно со стороны бесплатные. Потому что те посадки в частности у нас в том числе, которые ориентированы исключительно под конечное производство, они стоят целесообразными, неэффективными, при этом использовать их на альтернативные продукты будет весьма сложно и проблематично. Поэтому большой вопрос станет, можно ли будет их поддерживать, содержать, ухаживать и обслуживать. Скорее всего, что нет. Ну и соответственно кругу людей занятых, семей, сотрудников занятых особенно в огромной сфере и в сфере перекурки, хранения, тоже потеряют свою актуальность. Следующий с вами. Мы прикинули два сценария развития ситуации. Один сценарий при сохранении существующей ставки акцизов и второй сценарий при использовании равных ставок акцизов и равных сводок для коньяка, для броня. и последствия этого. В табличной форме мы следующий момент перейдем. Вот таблица. Не можно увидеть. При первом сценарии, если мы сохраним ставку акцизов на коньяк, мы видим, что в целом производство растет. И большими темпами это условлено пределом спроса и потребления на рынке подобных продуктов. Но тем не менее мы прогнозируем рост по годам и бренки и коньяка. При этом достаточно эффективно растет, все-таки сохраняется перспектива роста продукта коньяка. При варианте предлагаемых при равных ставок акцизов мы видим общее падение в отрасли и особенно падение производства и потребления коньяка. при этом на фоне общего роста подрастает бренди. Мы понимаем, что если падает общий объем производства, то рост отдельной категории и отдельного взятого бренда это явление временного характера, которое рано или поздно закончится. Поэтому исходя из этих двух сравнительных показателей и в этот сценарий можно сделать выбор. мы должны создать условия для равного эффективного и перспективного существования двух категорий не в ущерб друг другу. При этом при наличии годной ставки акциза на коньяк мы сохраняем возможность все-таки развиваться в этой категории, развиваться в этой отрасли всем участникам рынка, в том числе и вновь появившимся или недавно возникшимся, как перспективные категории, которые имеют перспективу развития на внешних рынках и для этого требуется усилие всех участников рынка. И это главная перспектива в долгосочном периоде, а не задача переделить внутри этот умирающий рынок, который при нашем недальновидном подходе умрет в угоду и в пользу других продуктов или других производителей из других рынков. Нас просто разорвут и коньяк тут да, будет коньяк ну фраз устроен каких-то людей. А основное это будет бренди откуда угодно. Вот такие у нас сценарии будущего. Следующий слайд финализируем. Это по поводу акцизов. Первый вопрос. Следующий вопрос у нас есть. Законодательные инициативы, которые мы готовили, подавали как проект. И еще сейчас углубляем, уточняем совместно с коллегами с Оперсой обсуждаем по поводу целого гармонизации законодательства Романограде и Вене. Гармонизация с европейским законодателем, чтобы мы могли работать в равных конкурентных условиях и создавать аутентичный продукт, но высокотехнологичный и эффективный сравнивать. с производителями внешних даже сегодня если касаться динамитического отрасли в целом, ни для кого не секрет, это очевидно по статистике идет вытеснение активной динамитации на протяжении уже второго года импортным продуктом, замещение отечества. И это выглядит удручающе и катастрофично. Сегодня на фоне общего падения производства, которое всем известно, как в прошлом году и в этом году идет очень высокий рост прирост продаж импортного вина. еще пару лет мы эту тенденцию не остановим. Она закрещнет и накроет как волна. Второй вопрос. Отстоять возможность выпуска продукции под названием коняк в Украине отечественной производительной с помощью учения в производстве конячной сверты собственного производства. То есть все-таки постараться приложить усилия, чтобы максимально сохранить для нашего исторического названия коньяк в Украине. Пусть написано кириллице, пусть привязано к слову Украина, но это то название, которое нам история передала, то, за которое мы в ответе и то название, которое все-таки уже в какой-то степени устало брендом в сознании потребителей, но которые к сожалению сегодня уверены в том числе нашими усилиями и не допустите чрезновения продукта коньяк в Украине оставим на прежнем уровне став плациссного налога в размере 27 кг за 100% на прежнем уровне и не допустим на прежнем уровне и не допустим благодарю за внимание отписываем этих вопросов остальные вопросы можно мне по вопросу значит ну первый вопрос вы не коснулись все-таки темы быть или не быть 25% с 1 января то есть я понял что вы принимаете это как уже совершившийся факт значит и не собираетесь бороться именно против этого закона который обяжет всех тут очевидно ну как бы здесь я ставлюсь на позицию коллег которые не заинтересованы в этом понятно что они будут оппонировать понятно что для нас это определенный возможности хотя я хочу сказать что опять же выступаю за сохранение этой нормы я выступаю за сохранение понятия украинский коньяк за его укрепление развития и создание будущего потому что мы нивелируем это понятие сегодняшними технологиями и все это понимают мы не на публичной сцене мы в кругу людей знающихся все подногодно данной ситуации при этом я за то чтобы не решать возможности и нас и других производить продукт бренд делаем учитывая что это более технологичный продукт учитывая то что этот продукт с меньшим технологическим циклом оборота и это все должно смечиться деньгами мы говорили рассчитывали что при изменении ставки акцизного сбора до 45 гривен разница в себестоимости составить это 3,6 гривен но бренд это продукт с оборачиванием в 3 месяца привез разбил там отдых дал и в продажу а коньяк это продукт оборачивается в 3 года я говорю минимально 3 года 3,6 гривны на литре за 3 года это плата за инвестированные деньги в 3 это вот 15% к себестоимости но я думаю с такой нормой доходности тоже не особо интересна поэтому говорить о том что коньяк благодаря любопытной ставке акциза и благодаря в том числе этой доли структуре существенно выиграет над брендом но не выиграет существенно над брендом благодаря вот этой норме 25% мы все-таки какую-то создадим эксклюзивность этому продукту и дадим ему возможность подняться в цене вплоть до того что мы готовы дифференцировать это мы обсудим дифференцировать ценовую политику поставив минимальные эротичные цели для коньяка выше для бренди ниже чтобы сохранить ликвидность вот этот сегмент массовый для бренди но для коньяка создав начальник формировать нишу изысканности и эксклюзивности по аналогии с коньяком Франции это тяжелый процесс долгий кропотливый но этот процесс который нам даст будущее и свет в конце тоннеля потому что сегодня светов тоннеля нет он ограничен обрывом это очевидно поэтому мы за 25% при этом льготность даст возможность все-таки нашим коллегам которые еще не накурили должного объема иметь экономическую целесообразность и привлекательность кури кладывать деньги инвестировать средства в этот процесс и входить в этот элитарный льготч не только опытный винодел но и опытный бизнесмен как вы рассказали это четко ясно что надо сохранить именно напиток коньяк в том виде в каком он есть за счет того чтобы и дальше после 13-го года на нем было льготное налогное оборудование в то же время никто никому не ограничивает возможности выпускать напитки типа бренди попроще по ускоренной технологии но соответствующим акцизам таким как это ясно и понятно но теперь я возвращаюсь опять к прошлое совещание нам безумны всем и вы там присутствовали четко ясно и понятно сказал что ребята вопрос географических названий обсуждению не подлежит потому что государство взвесив за и против уже приняло стратегический путь соглашаться да история да ну когда-то Россия в 13-м году позволяла себе вообще деньги золотом выпускать насколько она была мощная она имела всех виду французов значит сегодня немножко Украина в другом виде в другом свете и она просится в этот рынок ей поставили условия она взвесила за и против и решила где-то потерять но чтобы что-то привык это свершилось но вы как опыт и мне тоже хотелось бы все-таки напиток в виде коньяка не растворить в напитке в виде бренки и его сохранить как это нам сделать давайте придумаем учитывая реалии а не то что давайте бороться с кем бороться факт свершился ну теперь ну теперь насчет в 85 году было тоже принято решение последствия до сих пор не будет ли это ошибка я задал вопрос можно я отвечу ну вот это знаете думая в мире готовься к войне и хочешь достигнуть результата лучше готовься к худшему результату поэтому мы должны рассматривать здесь два сценария и две стратегии по которым идти а дальше выбирать корректировать ту которая будет доступна и приемлема во первых история сегодня знает на рынке примеры создания новых географических названий которые приживаются которые популяризуются в мире и эти названия привязаны к отдельно взятой территории поэтому я не исключаю вариантов создания нового названия через 10 лет 10 лет он все таки отводится большой маленький средний период скажем так необык какой большой но это период за который можно что-то сделать и создать но надо не ждать как студент последнего дня а ждать для этого нужна консолидированная позиция консолидированные усилия и стратегический план пошаговых действий вот стратегическая цель и план реализации этой цели совместными усилиями и как я сегодня делал ремарку что вопрос не в самом названии вопрос в содержании и наполнении этого названия чем он наполнен с точки зрения эксклюзивности с точки зрения качества с точки зрения территориальности это соответственно эксклюзивности и вот на этом мы должны сосредоточиться и сегодня те предложения которые я и говорю они делают под основу для этого аутентичного нового продукта название продукта который дальше может стать нашим путеводным путеводным такой путеводным флагом который нам поможет идти на новые рынки потому что на внутреннем рынке нам нечего ждать нам надо как-то зафиксироваться как-то договориться поделить этот рынок и выдерживать его стабильным но бороться там путем снижения доходности себестоимости потому что происходило в других категориях напитков как все с этим столкнулись это путь в никуда убогий и ущерб щербный а надо сохранять получать доходность этого рынка и эту доходность направлять на развитие на расширение новых рынков и для этого надо создать качественный продукт эксклюзивный продукт который будет цениться который оценят эксперты и сегодня с учетом глобализации информационной информационного проникновения в любые точки сегодня не сложно реально через мнение экспертов продвинуть любой продукт на любой рынок определенных исследований и определенных усилий но во времени это делается сегодня как мы видим достаточно быстро но должен быть продукт вопрос у вас нет вопрос не был два ремарка если что возможно полностью погоджуюсь с позиции Вайрия Николаевича вона консолюдована позиция Аузи и безоперечного добрый и прекрасный дякую Вайрию Николаевичу но все же таки не ремарка давайте не будем ставить перед собой провокационные питания которые мабуть подрывают имидж наших самих и позиции Гарлеса что я имею в виду ну первое все есть постанова Верховной Ради Украины которая возникает послухания щодо позиции по Харчови и перерубной промисловости в сельском господарстве где чётко прописано и все депутаты проголосовали за захист даже зачитали рекомендации сучасной стандартной перспективы розвитки воевского государства Харчовой и промисловости Украины это документ чётко написано в одном из пунктов забезпечитель захист национальных интересов щодо використання на нас товаров в Украине видовин таких как шампанское Украина коньяк Украина Херес Украина Мадера Украина Пакарин Украина тощо это первое Другое Сьогодні Михаила Володимировича нема з нами он член уряду он и министр и мне кажется что когда министр подписал меморандум с Гаузью где чётко прописано я не буду зачитывать все пункты я хотим все назвать и показать но чётко прописано не лише в пункте другого что в будь-якому разу необходимо обовязково зберегти право Украины на подальше використание а й відповідно ту компенсацію яку має отримати Гаузь і відповідно що якщо навіть будуть труднощі то буде виноситись окрема угода з ЄС з цих питань оцю я вам зупинюс докладніше і такий самий меморандум підписаний з містерства економики з моєю організацією яка відповідала за проговорний процес не забувайте про те що з нами підписало таку саму з гаузі українською угоду європейська гаузь вони з нами погоджуються вони кажуть що ми маємо дійсно повне міжнародне юридичне право на використання на внутрішньому ринку так зачекайте а що тоді змінилось чому нас провокують до того що ми маємо відмовитись шановні колеги є юридичні документи чому ми підриваємо або відповілимо тих сук на якому сидимо сидить всігал я більш детальніше на цих пунктах сконцентруюся але давайте не будемо на це тратити час я думаю тут ми маємо зберегати тему я все-таки считаю що Валерій Николаївич більше прав тому що він всіх нацеливає на те що не треба розхоладжуватися тому що ці все одно через 10 років не стане цього названня на сьогоднішній день ми дружненько почали дискредитувати активну роботу провели по дискредитации вже самого названня кон'як почему потому що активно начали завозити адзебржанські грузинські і інші спирті і люди починають понимати що кон'як це плохо сьогодні вже висказували що бренди це плохо всіх а сьогодні вже починають от ординарних кон'яков жахти тому що відмарочні поэтому конечно Валерій Николаївич я ну я тож выражаю ремарку своє мнення що все-таки необхідно не успокаивать що не може такого бути якщо ми йдем в Європу якщо ми йдем уважати будем всі міжнародні стандарти ми в любому случае будем відмовлятися Франція не вся випускові не треба так говорить про ремірунські через 10 років Віктор Миколаївич ось свіжий лист Міністерства аграрної політики та продовольства я поважаю вашу позицію писав Олександр Васильович Сєй куратор по галузі Міністерство закордонних справ де чітко наполягають доповнити частину третю торгівлю та питання пов'язане з торгівлюю губу 9 інтелектуальної власності підроздію 2 стандарти що стосується права інтелектуального власності статтю 7.9 тимчасові заходи пункт 3 наступне під пунктом додатковий перехідний період 20 років до тих 10 років ми в цьому напрямку працюємо правильно говорить Валерій Миколаївич Віктор Миколаївич але не потрібно іронізувати над тим історичним Масибі Масибі Нас десь вберет Масибі право поставити? Мой головний призвів не к тому що буде назвати коньяк України чи буде називати коньяк України чи буде наполений якщо коньяк України не буде наполений качливим продуктом прив'язаним до місності грошим буде цей ми для себе такою ілюзию питання по продажу будемо ощущати що цінності вона вже сьогодні нулевая цінності і даже переравний там ацизм с бренди то його привлекальність буде никакая і потребителям не буде доплачувати за коньяк України в ординарной групі так історичним і я думаю колеги с цим согласятся які к цьому не готовилися ще щось я ще хотів відмінити пользу бренди які нам даст вопрос бренди якщо ми зробимо индивидуальну технологічну інструкцію индивидуальні требования в чому проблема коньяка на ринке в общем мировому моєм губоком как бы не в глубокому індивидуальному восприятию почему він уходит з рынка потребления потому що він дуже заангажував ну не заангажував дуже зарегулировав дуже консервативний продукт никаких там творчіських отклонений от технології не допустимо в чому плюс виски потому що це дуже демократичні з точки зрения технології правда виски технологічні щоб була можливість продукт Сделать копию этикетки коньячную на бренде? Копию? Этикетки, по сути, я так понял. Не копию, я думаю, это право производителя. Сегодня пишу коньяк, завтра пишу на этой же этикетке. Ну а как отнесется к этому покупателю? Я прихожу и вижу, что меня обманывают. Это как раз и есть маркетингный прием. Сегодня многие плавают в бренде и упор делают на бренде. И почему я говорю, что сегодня коньяк с невиклером. В ординарной группе завтра при равных условиях поменяется слово «с коньяка» на бренде. Я уверен, что ничего не произойдет. Ну ничего не произойдет. С сожалению, коньяк мы сами с невиклером допустили. Правильно, правильно. Точно так же мы и дальше идем. А что мы говорим? Такая мы говорим о необходимости строить и введения 25%. Чтобы все-таки мы начали отстраивать коньяк от бренда. Но при этом для бренда создавать отдельные условия. Разродить эти продукты. Спасибо. И по этикеткам то. Преземьтесь, пожалуйста. Да, да, да. Поменяйте. Спасибо. Это самый. Пожалуйста, Шава. Добрый день. Ширик Илья Николаевича. Первый заместитель генерального медиа. Это наш турнир Команя Шава. Спасибо, что дали возможность выступить. Отдельное спасибо Владимиру Николаевичу за то, что он задал такой тон терпимости и лояльности друг к другу, чего мы за последние 4 года друг к другу не проявляли. Поэтому я хочу всячески поддержать это начинание относиться с терпимостью и уважением друг к другу. Я не буду раздовольствовать и философствовать. Я скажу несколько логических вещей, чтобы создается эмоциональное впечатление, что в частности компания такие как мы, такие как Шава, это вот некий монстр, который хочет задавить и задушить отечественную неделю. Мы медицинские ориентированная компания и несколько слов истории. Компании, которые по закону могли производить коньяк, но получили лицензии после 2001 года, они не имели права законодательно перекупливать бирты вплоть до 2008 года. После ряда отмен принятий нормы, признаний конституционных, опубликована была эта норма 4 июня 2008 года, которая разрешила перекуривать спирты коньячные предприятиям всем, которые имели лицензию на производство. К этому моменту предприятия такие как мы, они вложили достаточно серьезные деньги. Я хочу отметить, что мы не получили в наследие от Советского Союза переходящие остатки сотни тысяч коньяков собственного происходства и спиртов. Мы начинали все это с нуля, как и в большинской предприятии на рынке. И вкладывали свои деньги. Да, прошу вас отметить, что норма была разрешительная, а не обязательная. Тем не менее, мы начали процесс лицензирования, получили в феврале 2009 года лицензию на производство спиртов коньячных. И тут, как с неба падает поправка к закону, которая регламентирует 25% спирта собственного производства. Ну, в общем-то, дали подсрочку на 3,5 года. То есть, по сути, наши предприятия, начиная с 3,5 года, должны были создать к 1 апреля 2013 года 5-летние спирты, что, в общем-то, само по себе не может быть физическим. Получив эту поправку в 2009 году, мы начинаем думать о том, что же нам дальше делать. Мы делаем следующее. Как пример говорю, мы понимаем, что для того, чтобы, а так как мы предприятия смешанного типа, помимо коньяка, на одном и том же юридице мы производим вино. И все наши виноградники были посажены, в том числе, с помощью виноградной политики и с полуто-процентным уже сбором обновлены практически уже почти все посадки наших старых виноградников, изреженных, ужасных, которые попали к нам в наследство с миллионом долга. Мы все обновили. И теперь получалась такая картина, что нам нужно было взять из виноделия, качественного виноделия, у нас только более 2000 бочек для виноделия, для производства качественного вина сухого столового. Мы должны были забрать эти виноматериалы, делать из них коньячные, перекуривать и получать спирт. Это просто преступление перед украинским народом. Что мы делаем? Мы заложили, а так как мы понимаем, что для того, чтобы получить качественные саженцы, нам нужно за один год, когда приемой с подвоем соединяются, сделать заказ. После этого 3-4 года на вступление в плотношение. После этого выкурка и выдержка спиртов, это еще 3-5 лет. Мы получаем в итоге цикл 8-10 лет для получения 5-5 лет спиртов. Мы заказали в 2010 году, так как закон вышел в апреле, а уже в апреле, как вы понимаете, никто не может заказать саженцы, потому что в марте месяце переверки заканчивают, ну, соединяются, привозят так в это. В 2010 году мы заказываем саженцы на 250 гектаров. В 2011 году мы сажаем эти саженцы. И вот получается, что у нас теперь через 3-4 года получится первый урожай, с которым мы сможем производить спирты. И только к 2018-2020 году мы получим то, о чем мы сейчас говорим. Теперь, возвращаясь к наследию и нивелированию, как говорят в слове, коньяк. Идя по этому пути, если сейчас вступает норма, а это большой вопрос, почему эта норма 25%, почему она не 50%, не 100% из оконников Украины, почему она не 10%, не 5%, чем связана экономическая подоперка. Я этого не понимаю, может мне кто-то объяснить. То есть, может быть, в этом есть какой-то смысл и расскажет более. Компромиссная цифра. Ну, компромиссная цифра для кого-то. Что получают итоги государства? Для меня первый вопрос. Что получит государство в итоге, когда войдет эта норма в силу? Для таких предприятий, как мы, это крах сразу. И то, что можно рассказывать и планировать, и говорить, что вот такие будут цифры по продажам по бренде, такие будут цифры по продажам по тайникам. Если мы на сегодняшний день разграничиваем директивно эти понятия, это крах. Крах для нашего предприятия. А для тех, кто послабее, ну, понимаем, да, то есть, наши возможности, возможности тех, кто идут следом за нами. То есть, это вообще полностью умеет. То есть, это значит, что тысячи-тысячи рабочих мест, только у нас в предприятии, если взять в целом, весь холдинг работает порядка полутора тысяч человек. Это без смежных отраслей, это прямой занятость. Без смежных отраслей, которые мы кормим, кормим достаточно серьезно. Это будет социальный демографический взрыв, просто взрыв отраслевой. Тех предприятий, которые работают сейчас на Украине. Теперь немножко о затратах, которые должны. Мы в одиннадцатом году произвели 4 миллиона декалитров в калитр. 25% это 1 миллион. Ну, несложно посчитать, да? Для того, чтобы предприятия, которые сейчас, на сегодняшний день, не получили последия от Советского Союза, переходящие остатки спиртового козел, нужно миллиардные вложения вложить. Миллиардные вложения вложить, для того, чтобы посадить хорошо. Ветшкудывание, дай Бог, оно сохранится, ветшкудывание, оно пройдет. Янкосной парк составить надо. Построить цеха нужно для хранения огромного количества этих спиртов. Нужно построить целую индустрию. А количество людей, которые будут заняты в обслуживании этих подразделений, то есть янкосного парка и хранения, их практически не придаст, ну, большого числа рабочих мест не придаст. Их будут обслуживать даже для такого предприятия, как у нас, хотя мы идем на это, мы сейчас идем на то, чтобы создать этот парк, и активно этим занимаемся. Это будет практически миллиардные вложения денег, которые должны будет на протяжении, без переходящего остатка и безоборотных средств, находиться на протяжении там нескольких лет, пять и более. Ну, в реалиях рынка, мы помним в восьмом году, как разразился кризис, и гринна потеряла более 40% своей стоимости только финансовой, не говоря уже о потребительской корзине. Что могли сделать те предприятия? Да, мы идем этим путем, мы сильные, мы способны это сделать. А что сделают остальные предприятия? Мы просто, просто оставим несколько предприятий, а остальные уйдут в никуда, вместе со своими виноградниками, потому что они сами по себе, виноградники, ничего с ними не произойдет. Бодрость средского хозяйства, мы же так сетовали, так боролись за эти полтора процента, чтобы получить, возродить наше виноделие. А они уйдут в никуда. Мы потеряем очень много. Еще немножко экскурс в истории. 1994 год, ухода ГАД, помним, в которой говорится, что не должно быть преимущества на производство на внутреннем рынке ограничений на импортное, на производство из импортного сырья или из сырья отечественного, которое ограничивает внешние рынки. Это противоречие. Опять же таки, каждый решает для себя сам. Нам сначала позволили всем расширить, получить бизнес, расширить его, создать социальные программы, рабочие места, заботу о семьях, кроме того, что мы платим заработную плату, между прочим, самую высокую в отрасли, отметьте, и самые большие налоги, среднюю заработную плату. И это все потеряется в один момент, потому что если мы будем говорить, что мы сравниваем бренди и коньяк, кроме экономической разницы в акцизе, мы получим то, что сейчас говорят, что поднимем коньяк на уровень цены. Так поднимайте, у нас сейчас самый дорогой коньяк в нижнем ценовом пороге, он стоит 42 гривны, в отличие от наколки, в отличие от минимальной 33, на 9 гривен выше. Поднимайте сейчас, пожалуйста, никто же не спорит. Когда вы будете называться бренди, вы будете упадет. Что-что? Когда коньяк будет от бренди отстроен, он будет... Ну, когда коньяк будет от бренди отстроен, вы останетесь. А у меня не будет. Еще как-то. Нет, я не знаю. Еще как-то. В 18-го года, я так понял, да? Когда вступят на ношение... А вам не будет их в 18-м году жалко на коньяки перепливать? У вас же жлино хорошее получается, вы сами сказали. 250 гектар специально посадили. А, сортами вот такими, как говорил Загоройко? Ну, у нас есть сорта, которые на коньяк подходят. Но просто мы их не можем выдергивать из длинноделия. А там специальные сорта, которые вы планировали... Да, и консталии в том числе у нас произрастают. Можете посмотреть на ношение есть. У вас вопросы? Да, на вопрос. Сейчас я буду. Ну, мы знаем, что у вас достаточно сильная маркетинговая служба. А не могли бы вы оценить все-таки потери в процентах? Прогноз потерь от введения этой нормы в вашей компанию? Смотрите. Что вы теряете только на именование коньяк, да? Вы приобретаете на имене только бренды. Вы могли бы оценить потери в процентах, от объема продаж? Процент от объема продажа оценить мне сейчас достаточно сложно. Я могу... Я не Господь Бог и я не могу оценить, что будет завтра от такой меры, которая перекраивает полностью рынок. Это будет, как правильно говорили, вы же говорили, что давайте не допустим того, что было в 85-м году. Кто предполагал, когда Советский Союз получил там 7 или 8 миллиардов долларов за компенсации, за уничтожение виноградников? Что случится? Вы говорите, что это плохо. Я не понял, почему это плохо, но так и догадываю, что у вас должны упасть объемы продажа. Вы, по идее, уже спрогнозировали. У вас сильная служба маркетинговая, аналитическая, прогнозисты. Но вы можете сейчас сказать, что вот отведение такой меры, вот такие, как мы, потеряют столько процентов рынка? Я могу вам сказать сейчас, что мы будем не способны дальше восстанавливаться. Мы будем просто указать и обонтодимся. Спасибо. Вопрос такой, просто, Шапова. Кто мешал покупать коньячные виноматериалы вам сразу после разведения этой нормы для перекурки, собственно? Вот, пожалуйста, господин Акар Загоруйко, замечательная лаборатория. Любой коньячный виноматериал, который продавался на Украине, пусть оценит. Я замечательно его куплю, если он по гривне 70, который продавался, при стоимости винограда 2,50 и 3,50 гривен, получится. Если кто-то мне, как говорил правильно Валерий Николаевич, все мы в отрасли, и все мы понимаем, и знаем, что тут происходит, все мне скажут, что это за миллион материал. Почему-то, да, Кушгородский коньячный завод производит из покупных виноматериалов нормальный коньячный спирт. Я не могу обращать коньячный завод. Наверное, они покупают его не по гривне 70, а где-то находят именно материалы коньячных дорожек. Я не знаю. У меня вопрос. Вы сказали, что международные договоренности предполагают равные условия для использования производства продуктов и собственного сырья, и завозного сырья. Но у нас нет неравных условий. Мы говорим про бренди, которые имеют совершенно равные условия. Произведи сырье здесь и производи, закупи сырье там и проси. Но там не говорится о коньяке Украины, что оно должно производиться из завозного сырья. Там тоже не говорится. Там говорится о добавлении. Мы говорим о коньяке Украины, которые могут безоглашения о калифах и торговлях. Мы говорим о коньяке Украины, которые должны название привязывать к территории происхождения. Я не против. Я только сам. Могите вопрос. Вы говорите, что времени недостаточно и все предприятия работают, эксплуатируют переходящие остатки от Советского Союза. Это уже, к сожалению, или слава Богу, прошло уже 20 лет с периода развала Советского Союза. О каких переходящих остатках мы говорим. За это время было уже накурено на 10 лет вперед. Это один момент. Где, кто имел себе в них булить? С другой стороны... ... по 10 лет вперед. Хорошо. С другой стороны есть пример других предприятий, которые в таких же условиях, как мы работали, которые тоже только появились на рынке. Как пример, Алиф Виналь, я хотел бы, чтобы дали слово и поделился опытом человек, который в тех же совершенно равных условиях не был преемником какого-то наследия. И они создали себе запас. Более того, мы же не исключаем возможность создавать эти запасы дальше. Добро тебя призываю сохранить льготу, чтобы эта привлекательность инвестиционная была у всех участников. Валерия Николаевича, я только могу походить Софи Алексею Борисовичу как дальновидному бизнесмену и хорошему производственнику и сказать ему большое спасибо. Я же не против. Я говорю о реалиях. Они у всех разные. Это не значит, что мы производим плохой продукт. Это не значит, что мы везем всех... Вот Грузия, Молдова плохо, то, что из Франции везут плохо. Вот только мы все делаем хорошо. Это не так. Каждый выбирает то, что он выбирает. И поверьте, отбор жесточайший. Жесточайший. И по нашему предприятию я очень сомневаюсь, что если положа руку на сердце, вы скажете, что это плохо. Что мы делаем плохо или делаем тофиг. Мы уважаем ваши успехи, достижения, поэтому разговор о том, что вы обанкротитесь и закроются, ну это не вызывает, грубо говоря, объективную улыбку. Во-вторых, я хочу сказать, что зарплата, в том числе зарплата у вас самая высокая по отрасли, благодаря тому, что вы имели большую маржу, используя технологию более эффективную и более рентабельную. Это было всем очевидно. Только в то же время у меня вопрос, вы за это время сколько накурили спирт? Вы предприятие с полным циклом. Вы же предприятие полного цикла на основании этого получили право производить каньяк. Получили. Получили. А цикл не реализовали. Как только вы получили это право, начали этим циклом заниматься. Валерий Николаевич, у вас уже третий. Да, извините. Человек просил, а я потом... Один вопрос. Вот в этом ключе считаете ли вы корректным по отношению... Вы говорите про рабочие места и так далее. Считаете ли вы корректным по отношению к потребителю все-таки называть коньяком Украины то, что не имеет никакого отношения практически к Украине? А что меняет 25-35-50%? Там Украина начинает присутствовать. Там присутствует уже кальяк. Конечно, неправильно. Я с вами согласен. Должно быть 50 плюс 1, как в акциях. И тогда я у тебя контр... Например, есть анагогика, да. А так, конечно, 25... Если дело, что за счет с нормой мы говорим только там 50% не о сырья говорится, а о статусности. А с вы, считаете ли вы корректным да или нет? Я считаю вы что-то не степил. Я считаю коньяк в Украине. Конечно, я считаю коньяк. То есть производить коньяк в Украине из того, что не имеет никакого отношения к Украине в конюю бутылки, это не всегда. Вы считаете корректным? У меня есть труд полутора тысяч человек. Давайте послушаем еще кого-то. Неужели это не украинец? Так, еще раз. Секундочку, секундочку. Давайте я буду вести уже, если взялся, да? Нет, давайте поменяемся. Бизнес это же математика, которую очень легко экономисту вы посчитали. Зачем мне инвестировать в спирты, 3-4-5 лет держать спирты, это дубовые бочки, хранилища, обработки, потери, проценты по кредитам, вы знаете, какие сейчас в Украине. Это, ну, бессмысленная трата денег, если все равно в конце можно привезти спирт из Грузии, Франции, непонятного качества. Кстати, могу вам сказать, что по качеству собственные спирты, ну, не то, что на 2 головы, на 5 головок, выше, чем то, что мы взяли из Франции. Это другой вообще уровень качества, потому что мы знаем, что мы курим, что мы закладываем. Есть вопросы? Вот я еще хотел бы сразу же, по поводу, вот тут, ну, был вопрос от коллег, ну, не вопрос, так, проблематика, коллег из Шабо, хочу сказать, что поскольку мы изначально определили, что мы взаимопонимальны, да, и учитываем мнения и сложности каждого из нас. Я хотел бы коллегам из Шабо сразу предложить сотрудникам не оппонировать, а выход из ситуации, да, то есть, ну, надо же как-то помогать людям. Давайте, у нас есть возможности посотрудничать в части коньячного без материала. У нас есть достаточно виноградников. Мы производим достаточное количество и можем еще увеличить объем производства коньячных виноматериалов для перекурки, нужного вам качества. Если вы закажете под сезон, мы сделаем нужный объем под контракт и отгрузим вам достойного качества, такого, как вы хотите, виноматериалов, которые вы сможете перекурить. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Я... Я не могу. А передел меня Федес Борис, очень много. Я предлагаю еще более радикальный шаг. Мы готовы... У вас есть 85% потребность по закону нужна. 25% мы готовы у вас закупить ваши спирты для того, чтобы... Мы можем использовать отечественного производства на обязательном особении. Вполне варианта, что... Вполне варианта, что... Вполне варианта, Ваши объекты... Мы должны рассматривать все происходы. Я хочу сказать, что мы вот... с вашей коллегой... зачем нам быть... Юрий Самонов уже... уже... такие... Декоративные... В принципе, мы готовы... ну, ради... скажем так... Я, может, думаю, что Игорь Николаевич тоже... Выскать возможности для решения общей задачи и для того, чтобы найти компромисс и чем-то, если нужно при этом поступиться, мы не против. Мы готовы к этому. Думаю, что и мои коллеги, которые чем-то обладают, тоже могут... Еще вопрос, Прямо. Юрий Борис, я прошу решения на вчера. В линии это было решение, что вы не будете продавать спирты? Действительно... Во-первых, действительно... сейчас мы еще таких решений не принимаем. Во-первых, пока под вопросом, что будет акциз. Я вам больше расскажу. Открытие Акциза 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 Если, не дай бог, не будет сохранена действующая ставка акциза на конейки Украины, мы поставим жирный крест на вытолки структуры. Господа, извините, здесь не биржа, но, в принципе, теоретически возможно. Практически выйдите и будете дружим. Да, мы говорим сейчас... Спасибо, Галина Николаевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо. После депутатов. Спасибо. Не надо. Не надо. Нет, я наступаю. Мы потом опросим предложение. Да. Прямо. Еще раз повторюсь и скажу благодарность за возможность принимать участие в вашем круглом столе. И хочу заострить внимание, что основной задачей Державной Подготовкой Службы Украины это это сприяти виробникам витчизням и создание таких умов в межах законодавства, чтобы они могли нормально працювать и, как следует, накомнивать и государственным бюджетом Украины. Особенно співпрацей с университетом огромной политики. У нас очень живая работа проходить. Я надеюсь, что и с инспекцией также будет налогована работа стосовно контроля качества выпускаемой продукции, а самая алкоголя и тетюрова. Что касается нормы повного технологичного цикла, то последние два года спостерегается такая тенденция, что нижнему виробнику коньяку не было такого випадка, чтобы он отримал лецензию, если он не имеет полного технологичного цикла. Тут мы на слайдах видели, возможно, это какие-то технические помощи, но для всех виробников коньяка и алкогольных знакомых за коньячную технологию обязательно есть лецензия на производство коньячного цикла. Но может быть у всех дают лецензии, возможно, в какой-то период там протягом декількох дней, когда одна лецензия включилась, да и переоформировалась на ногу. У всех производителей лецензии. Хочу висказать свое спостереження щодо якості коньяків в Украине, которые находятся на рынке. Мне випала такая возможность приймать участие в заседании дегуста 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 демиссии, которую организовывалась в операции ОКОН не так давно, это на базе Ужгородского завода. И хочу висказать свои спостережения тенденции по якости. Три роки тому была аналогичная дегустація на базе Таврии. И хочу сказать, официйных еще результатов немало, но хочу сказать, что якость коньяков тенденция щодо якости вона повышается. И якость коньяков после дегустации у меня позитивные впечатления. Були звичайно деякие зразки, которые спирные. И я маю надею, что у корпорации это не залишить без уваги. Но тенденция хорошая. Стосовно запасов коньячного спирта. Податкова служба Украины занимается этим питанием. И провела моніторинг стосовно запасов по виробнику. Ви знаете, что на 22 виробника коньяку. И запасы с 1 сечня 2009 неукленно ростут. И на 1 сечня 2012 запасы коньячного спирта властного виробництва сбільшились в 25%. Кроме этого сбільшились сетки станом на 1 сечня 2012 коньячных виноматеріалов, которые уже перегорили до 1 квитря. Ну и основной задачей податковой службы это поселенное контролю за качество выпускаемой продукции. мы все потребует очень внимательного изучения и соответствующих предоставлений. Принциповый вход только позитивный. Но это нужно внимательнее подойти и сделать определенные рассчитанки для того, чтобы выходить с какой-то пропозиции. есть вопрос? Пожалуйста. Спасибо. И кто у нас просился? Одесса? Пожалуйста. Продолжение следует... Два выступающих, а потом мы прямо от места по пропозиции по 2-3 фразы, чтобы мы замерливали собей. И потом будем завершивать. Дмитрий Павлович Одесский коньячный завод. Представляю на сегодняшний день крупнейшего производителя коньяков в Украине. Без ложной скромности. Мы имеем крупнейший запас коньячных спиртов. Крупнейший объем коньяков Украины. Подчеркиваю, коньяков Украины производят. Я с вашего позволения поблагодарю всех, наконец-то прорвало у владельцев бизнеса, у топ-менеджера коньячного бизнеса, что собрались на такое мероприятие, высказать все, что наболело, вскрыть болевые точки и продолжить свое решение. Поэтому я не буду философств по этому поводу, а сразу хочу внести предложение, кое-какие, которые у меня наболели за все время работы на этом заводе. Значит, первое, что меня насторожило на мероприятии в Мограче фраза одного из участников о том, что происходит торг. Мы продаем за что-то, за биоэтанол, или за что-то мы продаем национальное достояние. Мадеру, Херес, шампанское, коньяк и прочие наши напитки, которые не мы основали, нам их продавать. Не гоже торговать национальными интересами. Поэтому я предлагаю записать протокол сегодняшнего совещания, что это требование правительства коньяков продолжить работу, тем более она начата плотворно ведется, продолжить работу по отстаиванию интересов в области географических номинований. Это первое предложение. Второе, что касается 25% или 50 плюс 1% или прочей структуры, это именно то, что должно отличать корняки Украины от прочих напитков, сделанных из дистиллятовки. У меня есть более радикальное предложение. Учитывая, что все-таки Украина еще не утратила евро устремлений, евро амбиций, что у нас есть шанс, ну, если не попасть в Европу, то построить хотя бы у себя ее часть Европы, то я предлагаю, поскольку вроде есть информация, что может быть к концу года что-то будет подписано, какие-то политические соглашения, я бы предложил вписать в проект нашего решения сегодня, что норму об обязательном использовании 25% коньячных спиртов производства коньяков Украины вводить не с 1 апреля, а с 1 января 2013 года. Это означает, что уже с 1 октября текущего года те, кто хочет производить коньяк Украины для народа Украины, будут эту новую выполнять. С 1 января. А чем объяснить? Я же объясняю тем, что... А, чем объяснить? Если к концу года действительно будут какие-то подвижки в части евроинтеграции, то это будет лишним аргументом в отстаивании географического номинования коньяк. Не более того, это поможет нашим переговорчикам. Следующее. Касательно повышение акционного налога на коньяк до уровня бренди или уровня водки. Считаю это категорически недопустимым. Поддерживаю всех своих коллег. Слишком много труда человеческого и денег вкладывается в производство этого продукта. Это однозначно. Я просто поддерживаю. Следующий вопрос, который здесь коснулись, но не озвучили явно. Я считаю, что необходимо активизировать работу и в этом году обязать кого-то, я уже не знаю, кого, как профессор Пребреженский, создать, утвердить государственную нормативно-технологическую документацию на производство бренди. Сегодня в этом вопросе происходит вахханание. Марочный бренди, выдержанный бренди, ординарный бренди, двухлетний, полуторалетний. В этом найдем порядок. А мы шамоте этот вопрос. Давайте сделать первый шаг в этом вопросе. Давайте разработать несколько марок. я не знаю с кем, но хотелось бы в этом году получить уже этот документ. Если в следующем году мы вводим норму вносить 50% давайте определимся с бренди. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Вопрос не поднимал, вернее вопрос поднимался полуторапроцентного сбора, но была информация на прошлом совещании в Магарыче, что якобы есть законодательные инициативы о направлении этого сбора в общий котел. Депутат Климец, законопроект номер 10, 339. Вы же понимаете, что это категорически недопустимо. Это тоже надо вносить в проект нашего решения. Вымывание денег оборотных. Он предложил в этом году... Нет, нет, не Клинцу. Это позиция министерства. Если мы в презентации указываем, что мы должны увеличивать потребление, объем потребления вина, винодельческая продукция, уменьшать потребление крепких средних надежных, то необходимо об этом говорить. Я извиняюсь, ремарка, да? Я докладываю. Значит, министерство эту позицию высказало, значит, высказало Кабмину. Кабмин принял решение о неисприятии. Это сегодня в такой ситуации. Но тем не менее, факт наличия этого законопроекта в этом самом парламенте есть. Значит, перед этим был подобный законопроект Минфина. Там немножко другая была ситуация. Вот меня натолкнуло на, я вспомнил цитату Черчилль говорил еще, вот, не Черчилль, это я говорю, что обидно, что у нас все вопросы решаются с точки зрения наполнения бюджета. Надо наполнить бюджет. То есть, значит, только самурай, что сегодняшний день... Мы в своем письме как раз написали в Кабмин, что мы в этом видим как раз медвежью услугу правительству, потому что вместо того, чтобы закрыть социальные эти... это самое... Это будет медвежья услуга, то есть, получается, несколько... больше миллиона людей просто потеряют работу. И что же будет плюс правительству? То, что они там где-то закроют там незначительную часть пенсии там или еще что-то? Или миллион человек потеряет работу и в том числе эти родители и прочие пенсионеры окажутся у разбитого корыта. Поэтому тут... Бунистер Черчилль, который очень любил коньяк, очень любил коньяк, вы знаете, да, и сигары, он говорил, что политик думает о следующих выборах, государственный деятель думает о следующем поколении. Вот надо перестать думать о следующих выборах о следующем поколении. Винограды, и виноделов, коньяк, извините. Разоксается тут три маньян. Но и позже по-богласскому подписанному нашу позицію Гаузи при торговле с краинами СНД и дотримание позиции ниже по-богласскому гаузью и по-богласскому гаузью. А по-богласскому гаузскому 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 не нужно откинуть спекуляции на данную тему. Те, кто закидывает питание в один или иначе это ошестача национальных интересов. На нашу ближайшу. Теперь второе питание. Обозначено нужно сделать более жестко контроль за импортом винопродукции. Перевиробництво становить в святі 470 миллионов гекталитрів. Те, що показують наші дегустрації, які спільно ми проводимо з вами, закупляємо продукти спільно з податковою, терсліпосинспецією, антимонопольним, дегустрація сліпа показує наступні кроки. Та продукція імпортна, яка до нас заходить, вона не завжди відповідає тій якості або тим найменування. Можливо, потрібно, Лютя Макарович, подумати щодо повернення до питання квотування імпорту. Цей час він був, якщо він квотувався, відповідно, є певний порядок, певний напрямок, певна стратегія. Бувається бардар. Наступне. Обов'язково потрібно прискорити прийняття постанови Кабінету Міністрів щодо приєднання України до міжнародних організацій нерваторській термінності. Дякую за перегляд! Дякую! 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 Дякую!